Недавно в комментариях к моему видео был задан вопрос о режиме питания на сыроедении и о сочетаемости продуктов. Прежде всего хочу сказать, что режим очень индивидуален. Ну нельзя сказать, что вот так вот правильно, а вот так вот неправильно. Мы все очень разные. Кто-то любит завтракать, кто-то категорически не любит завтракать. И даже вот от этого одного пункта очень сильно меняется весь режим и по времени, и даже по наполнению. Потому что если говорить про утро, то для утра больше подходят сочные, сладкие фрукты и не очень подходит какая-то плотная пища. В то же время, когда для вечера подходит, в общем-то, любая пища. Кто-то любит есть маленькими порциями, кто-то любит поесть раз-два в день, но большими. Я лично отношусь вот ко второй категории людей, которые не любят часто кушать в течение дня. Наверное, это связано еще с тем, что у меня просто нет времени этого делать, да я и не хочу. В общем, что я делаю на протяжении всего дня и особенно утром, так это пью много воды. Утро примерно до часа, до двух дня у меня все питьевое. Я стараюсь за это время выпить как можно больше воды, ну, около литра, около полутора. И я себя не заставляю, то есть мне хочется. Раньше я, как и многие, пить не умела, у меня вода не лезла в горло. Теперь же это моя насущная потребность. Вообще, в плане сочетаемости продуктов с сыроедом намного проще, чем людям, находящимся на смешанном питании. Потому что, собственно говоря, часть продуктов из рациона просто отпадает, а те, которые остались, в общем-то, довольно неплохо между собой сочетаются. Есть одно существенное правило, которое одинаково верно и для смешанного питания, то есть для всеядного, так сказать, и для сыроедения. Чем меньше компонентов содержит ваша трапеза, тем лучше усвоение пищи. Связано это с тем, что для переваривания разнообразной пищи нам нужны разные виды соков, деятельность различных желез. И когда мы едим какой-то однотипный продукт, или продукт, содержащий мало компонентов, или вообще однокомпонентный продукт, самодостаточный, то мы очень этим облегчаем организму работу. Именно поэтому раздельное питание считается одним из лучших типов питания. Конкретно в сыроедении раздельное питание представлено моноедением, и лучше еще ничего не придумали. Я на своем опыте убедилась в том, что чем меньше компонентов содержит блюдо, пища, даже если оно сыроедческое, тем лучше организму. Бывают такие ужасные сыроедческие блюда, что они, наверное, подходят только на время перехода, когда организм еще не привык к хорошему. Потому что когда мы сочетаем 10, 15, 20 разнородных элементов, то это такая смесь, которую достаточно тяжело желудку, кишечному тракту вообще усвоить, переварить. И от этого возникают какие-то неприятные явления, возможно, это будет стути живота, тяжесть в животе. Это могут быть также головные боли. Я стараюсь есть продукты, какие они есть, простите за тавтологию, но в то же время, так как у меня большая семья, я стараюсь для них что-то готовить тоже такое сыроедческое, чтобы они хотели есть, чтобы им нравилось. И мое правило в приготовлении сыроедческих блюд, то что лучше не выходить за грамки 5 компонентов. Как правило, 5 компонентов достаточно для того, чтобы создать вкусное, сытное блюдо. Я пробовала готовить сложные многокомпонентные сыроедческие блюда в рамках своего исследования крови. И заметила, что очень сложные сыроедческие блюда по эффекту, который они оказывают на тело, на кровь не лучше, чем варенка. Если у вас сложный переход, и я 100 раз всем повторяю, чем маяться дурью, куда-то метаться, порой иногда проще добавить в меню какую-то несложную, не токсичную вареную еду, чем изобретать эти нагромождения компонентов, какие-то сложные блюда, которые будут очень вредить организму. Что я имею ввиду под простой варенкой, например, запеченный картофель, это может быть гречневая кашка, это может быть вообще любая кашка, либо какие-то пророщенные злаки, может быть отваренные на первом этапе, пока вам непривычно есть их сырыми. Это может быть стручковая фасоль зеленая, различные виды капусты. Расписывать все критерии совместимости продуктов я в данном видео не возьмусь. Об этом написано очень много трудов, которые можно прочитать в интернете, да и вообще в интернете легко можно найти готовые таблицы совместимости продуктов. Но, как я уже говорила, на сыроедении очень легко продукты совмещать. Каким образом? Например, рассмотрим такую большую группу, как зелень. Так вот, зелень, она сочетается вся между собой и со всем. То есть с любыми другими продуктами, и жиросодержащими, и сладкими фруктами, и кислыми фруктами, и всем-всем-всем. Именно поэтому, например, жирное, это различные там масла, орешки, авокадо, прекрасно сочетается с зеленью, и прекрасно сочетается со слабо крахмалистыми овощами и несладкими фруктами. Но если зелень хорошо сочетается между собой, то уже жирный с жирным сочетается плохо. Вообще, много жирного на сыроедении кушать не нужно. Это будет отодвигать вас назад, и, в общем-то, это не даст хорошего самочувствия. Достаточно ложечки масла в салат в день, или горсточки орешков, половинку или один цельный авокадо, и всё. Собственно говоря, этого уровня жирности достаточно для прекрасного самочувствия на сыроедении. Если количество жира будет больше, то это уже может сказаться на самочувствии. Белки многие отделяют в отдельную группу, но для меня на сыроедении вообще такой отдельной группы не существует. Потому что аминокислоты, так сказать, основу белков, они есть в любом продукте, да, в каком-то больше, в каком-то меньше. Но вот на сыроедении выделить такую группу, как белки, я не могу. Те же орехи, как бы, злаки вносят в группу белки. Для меня это скорее жирные продукты, нежели какие-то белковые. Аминокислотный состав очень богатый, например, у крапивы и у шпината. Поэтому не заморачивайтесь с белками, они есть в всех продуктах. В общем, эту группу не рассматриваем. Очень такая прихотливая, как и группа жиров, это группа крахмалистых продуктов. Как вы уже, наверное, поняли, крахмалистые продукты прекрасно сочетаются с зеленью. Они также прекрасно сочетаются со слабо-крахмалистыми овощами. К крахмалистым продуктам относятся всякие бобовые, бананы, а также зерновые продукты, всяческие пророщенные злаки. Но, как и с жирами, здесь есть одно условие. Крахмалы с крахмалами лучше не сочетать. Можно сочетать крахмалистые продукты со слабо-крахмалистыми. Опять же, я не буду здесь вот так на пальцах перечислять, сидеть эти 120 видов наименований этих овощей, фруктов. Не поленитесь, найдите таблицы в интернете. Или, наверное, я вам помогу и оставлю несколько ссылочек под видео. С фруктами тоже всё очень просто. Фрукты условно делим на две части. Кислые фрукты и сладкие фрукты. Думаю, с этим разобраться очень просто. Например, апельсин это такой фрукт в основном кисленький, хотя он, когда спел, он бывает и сладким. А, например, бананы это сладкий фрукт. То есть здесь всё зависит ещё от уровня спелости продукта и, в общем-то, от ваших субъективных ощущений его вкуса. И вот эти кислые и сладкие фрукты лучше между собой не смешивать. Иначе будет не очень качественное пищеварение. Ну, если честно, то для меня, например, даже как-то дико представить, что я банан съем вместе с киви. Хотя раньше, когда я была всеядная и были на столах где-то в гостях нарезки этого киви, там с бананом всего понамешанной, с апельсином, это всё елось. А сейчас мне прям кажется... Чтобы сочетать в своём рационе разные продукты, можно просто выдерживать интервал между их употреблением. Это вам будет очень просто сделать, если вы усвоите правила плотности. Прежде всего должны естся менее плотные продукты, сочные или вообще жидкие. Например, воду мы всегда ставим первой в списке. То есть прежде чем покушать, попейте воды. Затем могут идти сочные фрукты, потом более плотные фрукты, потом сочные какие-то овощи, плотные овощи. Сухофрукты и бобовые, злаковые будут завершать этот список как наиболее плотные продукты. Для того, чтобы улучшить пищеварение, между этими группами продуктов достаточно выдержать интервал 10-15 минут. Простой пример. Вы пришли с работы, сразу налили себе воды, выпили, пошли смотреть, как там дома дела, что-то делать. Я не знаю, что вы делаете. Например, я прежде всего, конечно, выпила воды и сразу пошла проверять, как там мои кисуни. Потому что огромный питомник кошек может за день натворить столько. Вы себе не представляете. Ну, примерно вот прошла моя проверка 10-минутная. Я заскочила на кухню, взяла какой-то фрукт сочный, съела его. Ну, допустим, это была груша. Продолжение следует...